всем добрый день дорогие мои я надеюсь что меня всем слышно видно сейчас люди будут заходить будут люди заходить здравствуйте все кто заход женечка присоединилась привет привет моя хорошая всех рада видеть леночка зашла всех рада видеть сейчас я надеюсь наша дорогая гостья зайдет очень интересный человек по себе она по жизни мы вам расскажу много интересного полезного позитивного все самое лучшее только для вас для вас дорогие мои подписчики сейчас я ниночку приглашу приглашу пригласить со второй попытки все-таки наша дорогая ниночка зайдет о вот я рада тебя видеть со второй попытки мы зашли слава богу все хорошо я только не поняла что это было бывает бывает такое все в жизни у нас бывает ничего страшного все хорошо красивую масочку наденем а я естественно я смотрела что-то мне не подошло не привыкла я видеть себя в масочках всевозможных а я уже тут знаешь как это пробую так интересно кстати почему нет конечно это уже за да я только сегодня видишь помазала лицо маслом и пока только риджу вам я еще не не приводила не макияж то есть вообще сто процентов натуральная ноль косметики совершенно точно у меня тоже самое абсолютно хорошо спасибо тебе пригласила спасибо нинулечка да мы тебя ждали это дорогой человек представлю нину короткову мы с ней обе из эстонии город таллин район немножко между нами разные но ерунда этот человек в моей жизни мы с ней в жизни пересекались дважды сейчас мы с ней пересеклись настолько тесно настолько обоюдно это знаете как днк кровь да вот днк переплетается между собой так у нас с ниночкой судьба свела первый раз мы с ней встретились лет семь назад и сейчас мне судьба с ней снова свела я очень за это благодарна рада я говорю у меня так знаете эмоции вот этот человек настоящий лидер этот человек она настоящая женщина лучшая мама лучший друг с него можно столько всего на него смотришь она сядет как солнышко отнес только позитивной энергии идет это точно который прошел свой большой путь мы все его проходим у всех свои обувь свои тапки но у нее такой путь он я не скажу что легкий но она прошла через все она очень сильная это настолько сильный лидер не только снаружи как мы все привыкли мы улыбаемся и там счастлива у тебя все хорошо она внутри сильный лидер она настоящая она живая она такая какая она есть это очень приятно для меня это очень дорого этим я горжусь я восхищаюсь я благодарна тебе что ты согласилась я подумал с тобой сделать эфир и ты мне предлагаешь эту идею я очень тебе благодарна поэтому и даю тебе слово ой спасибо большое потому что я же про расплакалась вот да очень трогательная у нас с тобой действительно была интересная встреча и когда я тебя увидела у елены дома это было потрясающе конечно это было круто да мы с тобой ранее не не общались так близко как сейчас и и вообще для меня любая встреча на очень ценная потому что каждый человек себе несет да очень какое-то свое и ты понимаешь что вот этот человек мне интересен вот этим да он мне дорог я хочу сказать наше мышление это нечто большее вот кем мы сами являемся да мы таких людей притягиваем и очень приятно что действительно последнее время я замечаю что круг друзей просто меняется я думаю что у тебя тоже самое происходит согласно да то есть мне очень я смотрю на людей думаю блин ну почему так почему нету желания развиваться да думать немножко и когда вот я сейчас читала тоже книгу я думаю ты тоже ее читала подсознание может все джонки это моя я ее читала очень давно и сейчас перечитываю я еще перечитываю чтобы ты понимала третий раз то есть за вот эту неделю я просто слушаю читаю у меня и печатный вариант и я слушаю выше потому что понимаю что наши мозги творят чудеса с нами это действительно так и кого мы притягиваем тот сам притягивается кого мы хотим видеть и когда люди говорят у меня сейчас нету денег мне сложно у меня сложная ситуация знаете я на эти вещи я боюсь что я буду плакать но я сегодня об этом скажу когда мне говорят что у меня такая тяжелая ситуация что мне нету возможности прийти в бизнес я не верю знаешь почему потому что когда я зашла в бизнес ну предыдущий который был у меня просто спас это был тоже но сетевой маркетинг и он спас меня потому что я начала отвлекаться ситуация была у меня очень плохая я была 4 месяца в депрессии то есть я лежала полном смысле слова и когда кому говорю никто не верит что такое возможно ребята все возможно мы все люди я лежала 4 месяца и причем лежал не одна мы с мужем на пару мужчины как вы знаете они еще слабее в этом плане да и нам было тяжело взять себя в руки потому что у нас случилась беда с нашим сыном попал в очень неприятную историю в америке и как мы знаем америка страна такая что не дай бог и когда я делаю какие-то эфиры говорю что в америке нельзя косячить никого никоим образом я это говорю не просто так что я это слышала я это знаю я это прошла когда нам раздался звонок из америки и когда мне сказали это я к тому что когда мне люди говорят нету денег нету возможности вот именно трудности это и есть возможности если вы что-то пытаетесь изменить в жизни прислушайтесь и мне раздался звонок с америки у нас сын уехал в америку на заработки работал все было хорошо мы с ним были на связи и три дня нету связи и звонок с что в общем все его как бы взяли ни по ничего не объясняют я понимаю что как бы в тюрьму попадает у нас было пять судов ребята чтобы вы понимали мы прошли от когда звонят маме и говорят вашему ребенку дают 160 лет после этой фразы я слегла потому что таких сроков не бывает и это был тяжелый момент моей жизни я понимаю что я ничего не могу изменить вообще ничего я бессильна границы были открыты финансов нет нужен адвокат и знаете когда боль была тогда я поняла что блин не на твоя жизнь делай что-нибудь мне нужно было первый взнос для адвоката чтобы хоть что-то сдвинуть чтобы хотя бы получать информацию что ему надо кушать надо чем я могу помочь я меня не интересовало за что и почему это мой сын и это был действительно трудные времена очень тяжелые времена я благодарна судьбе что в мою жизнь именно в тот момент зашел маркетинг но я к этому сейчас вернусь конечно я ни о чем не думала мы работать не могли мы не звонили друзьям просили друзья с которыми мы пили ели вместе гуляли тусили да дети вместе росли учились у нас двое детей один малый другой постарцы доченька и когда мы начали звонить просить просто в долг я в жизни этого не делаю я не умею знаешь мне так сложно просить а вообще нужно этому научиться потому что чего-то чего-нибудь ну попей воды такая история прям вообще эмоции внутри но просто многие не знают эту историю я наверно кому-то рассказывала конечно а там была совсем недавно эта история свежая у нас все закончилось только в девятнадцатом году и скажем когда ты начинаешь искать какие-то деньги ты просто звонишь когда мне девочка позвонила она пришла к нам в команду и она мне сказала что не на знаешь какой был твой звонок у тебя есть две тысячи евро нету спасибо пока понимаешь я не умею просить но мне настолько было стыдно это действительно был стыд ты же не можешь похвастаться что у тебя что-то там случилось такое грандиозное тебе деньги нужны на какие-то не знаю там мероприятия серьезные да то есть ты понимаешь что эта ситуация на которую просить деньги реально стыдно сложно и фактически нереально я обзвонила многих но у нас же сми мы же все век интернета и хочу сказать что в интернете когда это все начало пестрить конечно я пошла в министерство иностранных дел я везде узнавала чтобы что-то как-то почему это вот так вот без суда и следствия обвинения конечно очень много друзей отвернулась очень было просто сложный период и вот на четыре месяца меня просто выбило конечно мы взяли кредит других вариантов нету причем под немаленький процент потому что мне нужно было завтра сразу чтобы пошел да и в общем я взяла все мы это быстро сделали слава богу как бы у нас нету плохой кредитной истории никому ничего не должна поэтому сплю спокойно я коротко все в порядке мы этот вопрос решим все то есть я больше не рассказываю ничего мы начали жить этой жизнью мы понимаем что мы ничего менять не можем на идем дальше тут раздается мне звонок и звонит мне девушка и говорит слушай ирина так и так есть такая там компания путешествия прикиньте я лежу четыре месяца я не ем я не пью мы у нас пошли долги естественно за кварплату то есть какие путешествия вы понимаете то есть вообще нелогично я говорю вообще ален ты о чем она говорит ну давай увидимся ну кстати тебе есть работка там сдай квартиру в аренду я кстати занимаюсь недвижимостью уже двадцать лет хорошо и знаешь вот честно аня это было так мы вот так вот с коротком взяли себя под мышки и я григорь пойдем мы с ним значит уходим идем на эту квартиру берем ее в аренду и я то спросила говорю ну ладно расскажи про свои путешествия она мне рассказывает и вы знаете я поняла что это та возможность немножко отключиться я поменяла и конечно я взяла опять деньги в долг но у меня была цель не нужно было в течение месяца их отдать иначе я тогда по грязну вообще я делала я не знала как я это делаю но я знала мне надо я шла в люди я встретила лену радюкову до твоего спонсора случайно то есть я просто просила вселенную помочь мне нужна была помощь не материальная мне нужна была помощь люди приходили у нас пошло пошло все там конечно в итоге у нас было пять судов да то есть мы долго судились и на федеральном уровне то есть все это было так через три с половиной года на все это закончилось слава богу ребенка депортировали и я поняла что американская система вообще система и не дай бог ты там косик неж и пофиг что скажем ребенка он учился в школе там приписали столько что в ресурсе он еще не был рожденный никого не интересует то есть так работает американская система только чуть-чуть неправильно что-то поэтому когда говорят ребята а вы уверены что здесь гонодерма да я уверена что там гонодерма а вы уверены что это не навредит организму да я уверена если это написано сертификация это не навредит организму потому что так работает американская система и компании 17 лет не год они там да где-то они работают за 18 лет будет нет 17 лет они работают у них свой завод у них свои сертификации да работают по всему миру не локально только россия потому что ну скажем очень много есть компаний до любых китайские американские там не знаю российские но выйти на мировой рынок это реально сложно и когда люди знали я сейчас про ту компанию еще говорю да куда меня позвала алена американскую с путешествиями и когда мне сказали нина блин ты чё у тебя ребенка в америке взяли на то есть как ну там такая большая проблема а ты идешь в американскую компанию работать я беру да я иду в американскую компанию мы будем бороться с этой системой мы будем думать не бывает безвыходных ситуаций это вообще мой девиз по жизни их не существует выход всегда есть нужно его найти да то есть ты используешь все возможности я хочу сказать благодарю алену что она меня из депресса вот реально без таблеток без врачей она меня вытащила мы за эти три года про путешествовали 40 раз и 17 стран ребята мы были в таких вот это дал сетевой маркетинг это дала атмосфера вот это до взаимоотношения потому что была поддержка колоссальная и когда мне говорят у меня нет денег я говорю до свидули 80 долларов это 70 евро ребята вы о чем это блин два раза в магазин сходить но не пожри ты чуть-чуть но я очень грубо сейчас выразилась но это правда когда мне говорят что такая сложная ситуация такая сложная ситуация серьезно вы не были в моей ситуации это ужаснейшая то есть там у нас знаешь когда одна беда не приходит ты же понимаешь там еще у нас еще и доченька есть то есть все в порядке то есть там тоже началось но там чуть попозже но во всяком случае все это было как бы вот вот так вот все 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 скомкано да поэтому всегда если вам трудно значит это ваша возможность идите и делайте и никого не слушайте и когда вам плохо мне никто не прибежал не сказал ним тебе кредит помочь оплатить то есть мы кредит платим ежемесячно 700 евро плюс еще там 300 до 1000 евро я плачу ежемесячно на протяжении всех жизней он как бы вот уже мне еще платить 16 лет понимаешь никто же не прибежал не сказал я понимаю что мне эту тысячу нужно где-то всегда взять пахать надо эту возможность дает только сетевой маркетинг это реально так и конечно сам для канвей да вот ань вот ты пришла в сетевой маркетинг ты пришла осознанно знаешь я тебе скажу что я по жизни перед тем как я первый раз пришла где мы с тобой как-то моей памяти было с мужем ярко такая леночка там было ну это отдельная история когда я туда пришла я пришла благодаря кофе кофе манья да но до а до этого всегда говорила что хочу иметь бизнес я понимаю что традиционный 24 на 7 ты не видишь семью детей все вклады это полгода минимум год или несколько лет до трех лет а ты должен выйти в баланс в ноль не в минус а в ноль ты понимаешь меня эта структура не устраивала я писала бизнес-планы я на это училась я понимала что этих ресурсов нет у меня приходили ресурсы люди а потом все это исчезало то есть кто-то идею мою забрал мое место забрал и так далее всегда говорил что хочу заниматься своим делом что мне это нравилось чтобы это было полезно и всегда говорю твори добро во благо всем вот это мой девиз это мой девиз я всегда это говорила и говорю и буду говорить и всегда хотела быть дома с семьей при этом зарабатывать и развиваться и умственно и духовно и физически во всех отношениях и быть полезны для всех и для своей семьи и когда с моим сыном случилась беда ему восемь лет в каком плане беда семь с половиной у меня ребенок аллергия резкая пошла у меня чуть не задохнулся на моих глазах и когда нам выписали два ингалятора это было тяжело когда ребенок ходит в школу он берет ингалятор он утром принимает один ингалятор потом второй потом в школе он должен два раза принять прийти домой второй ингалятор принять и еще первый и еще раз принять то есть вот так система была и когда у тебя ребенок на ровном месте он у тебя кухня когда за месяц мне сказали что набрал 4 килограмма а то мы съездили в питер у него было высокое давление зашкаливала сто тридцать восемь сто тридцать восемь сто тридцать восемь на сто десять для ребенка это очень высокое давление для зашкаливала думаю что сахарная диабет да и когда вот это все пошло вот тут это все потом мы с питера приехали в феврале в марте все закрыли я села на больничный 1 апреля сидя на больничном меня сокращает двух мест работа понимаете ребят двух мест да я работал на двух местах да я зарабатывала денег да я работала и с детьми заниматься и все время конечно не было но я успевала это делать успевала и когда у меня с ребенком все нашло это происходить мы нашли бегать по врачам и посадили на диету то одно то другое компьютерной диагностики все и понимаю что ребенка обделить в еде это очень тяжело я стала с ним солидарно то есть вот эта диета порционно по времени все с ним солидарно это было поэтапно для ребенка был психологический стресс когда можно было кушать все а теперь мало и по чуть-чуть и не все можно кушать особенно сладкое и когда вот это все пошло у нас проходит время в июне после я не права мне очень близкий человек говорит слушай есть фирма трава но травки чай там чай на травах скидывает мне вайбер этот этот состав здесь ладно хорошо посмотрела все я не слышала вообще не слышала проходит меньше месяца меньше месяца и мне надо было ингалятор убрать на месяц с 25 июня мы убираем ингалятор из 25 июля мы должны заново были принимать второй ингалятор то есть и потом идти к врачу мы это сделали проходит время как но она ли ну посмотрите ребенок цену пьет чай в граммашку и мяку хорошо и торкнула ну иди попробуй ты такая активная она мне хотела помочь чтобы я активно что было в предыдущем сетевом маркетинге что у меня получится чтобы не было полегче с деньгами я шла на ту мысль чтобы помочь сыну не про деньги я в тот момент думал я думаю чтобы он постройнел большой вес плюс 16 килограмм это много ребята это депрессия это сонливость это вялость нет настроения нет желания это когда у тебя ребенок не улыбается не радуется жизни ты плачешь глядя на него это тяжело когда тебе не заставит ребенка выйти на улицу я бы силком одевала у меня есть люди одевала на улицу запихивал машину что меня ребенок гулял со мной на улице мы уезжали за пределы города это тяжело и когда вот я вошла сюда в бизнес сразу я думаю о том чтобы у меня ребенок пострадал чтобы было легче чтобы он начал гулять двигаться радоваться жизни я согласилась благодаря этому человеку дорогому я вошла в этот бизнес метод человек помогла просто еди на самом деле иди я пошла и когда мы начали пить с ребенком этот чай будут уникальный чай на самом деле ребята здесь 9 трав 9 это не чай это напиток который вы принимаете во время пищи у меня был акцент чтобы ребенок у меня постройнел я бы я ради него начал это делать ради него солидарность понимаете и когда мы начали это принимать у меня на четвертый день там руки прошли ну кость у меня переломана перебита рука зашитая коленки пятки я это не настолько мой акцент у меня акцент был ребенок и когда проходит месяц у меня какой месяц две недели проходит а мне надо ингалятор ему давать у ребенка прошла аллергия он не нуждается в ингаляторе в ингаляции у него прошли все эти приступы вот эти слезы сопли приступы кашля в горле что он задыхался он кашла вот это все прошло потому что и на пыльцу и на пыль когда ты дома постоянно убираешь это в гости приходишь ты понимаешь что надо давать ингалятор где-то какая-то пыль а не дай бог еще и кошка у нас на кошку все это пошла вся эта реакция пошла эта вся реакция и когда я вижу что у меня ребенок меняется на глазах ему не нужен ингалятор он хочет идти на улицу он спит крепко ему не снятся кошмары ужастики он довольны он счастливый и ты сможешь не радуешься этот акцент прошел чтобы он по стране за 4 за 4 месяца что он и я у него минус 6 и у меня минус 6 и ребенка поменялось питание поменялось мышление еще у ребенка есть еще одна история об этом я расскажу гораздо позже она очень щепетильная и для меня она очень важно об этом позже но благодаря вот этому продукту где 172 минералов я верю что поможет она помогает здесь все витаминчики все-все в этой одной столовой ложке до немножечко я очень в это верю потому что я категорически против таблеток добавок для того чтобы у человека мозг работал чтобы человека память работала да и благодаря этим таблеткам я категорически против я очень ждала когда он придет к нам в магазин что мы сможем его также получать я вижу результаты у себя у ребенка на самом деле энергии память лучше у меня даже то что я вечером плохо вижу я должна быть в очках мы всегда говорили проходя мимо тебя ты никого не увидишь может там с любовником и с любовницей да ради бога то есть не вижу в темноте сейчас вы не поверите я вижу в темноте у меня зрение становится лучше очки редко одеваю когда только мелкий мелкий шрифт который на самом деле я не вижу я стараюсь уже быть без очков это тоже очень большой плюс ребята когда вы говорите друзья люди когда вы говорите что вы не можете что у вас нет дохода я осталась без двух работ есть свои всевозможные минусы как мы считаем несчастье да это несчастье это это благодать что все происходит все что в нашей жизни происходит делается только во благо все что нас не убивает нас делать сильнее проходя свой путь мы осознанно понимаем я искала выход я когда осталась без работы я поменяла квартиру я поменяла квартиру понимаете когда у тебя есть цель я сказала все что не делается делать с лучшим я все равно всего своего добьюсь выход всегда есть как ты нинуточку всегда и всегда в этом бизнесе здесь все есть он уникален он чистит он прозрачен как стекло понимаете как стекло а я тебе перебью я бы сказала что компания total life change да у меня даже майка я с гордостью одеваю ее т.л.с. тотальное изменение жизни то есть она и компания очень экологичная и то что я заметила на себе я минус 13 килограмм сбросила я очень этому благодарна потому что учитывая мой возраст я немножко тебя постарше на десяточку да вот может там поболее да ну в общем во всяком случае я вижу результаты за этот небольшой промежуток времени что мы становимся молодее что ли да то есть организм действительно восстановление идет такое энергии очень много появляется кожа другая становится реально другая благодаря вот этим продуктом я прямо сейчас покажу девочки если у вас вы пользуетесь косметики вот эти два продукта это масло эму жир страуса и риджу с каннабидеолом работает на клеточном уровне вы отказываетесь от любых ваших кремов вам они не нужны подтягивает кожу убирает все пигментальные пятна на лице да то есть работает просто колоссально на клеточку это офигительный продукт он бомбический я им пользуюсь уже на протяжении двух месяцев хочу сказать что результаты колоссальные но безусловно пью чай напиток я сути оригинал а потому что он чистит наш организм он чистит кишечник он чистит печень ребята когда мы начинаем чиститься многие люди прекращают пить напиток я думаю они у тебя тоже такие есть люди которые неделю попили ой 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 чем чего мы едим то есть оттуда все выходит да и запах я хочу сказать ужасный то есть когда скажем ну всех есть лужья может быть нас мальчики сегодня слушают но есть такое что после мальчиков очень сложно зайти в уборную да то есть там вот то на сегодняшний день когда ты начинаешь пить наш продукт неделю это атомная война просто и ты не понимаешь блин что происходит может что-то не так со мной это все так это представляете что там внутри там просто действительно такая борьба за жизнь вот этих микро наших организмов да которых наших нужных бактерий там просто война идет войнушка и благодаря вот сейчас черные пятницы я еще приобрела вот такой прозе да не знаю купил это или нет нас была черная пятница это бактерии до чтобы заселить твой кишечник а все очень банально просто это никакая не волшебная пилюля и когда говорят ой может быть ваш чай навредит там нашему здоровью навредит печени вы сейчас о чем у меня женщина пьет чай с циррозом печени цирроз печени который уже нужно печень менять да она стоит на учете она стоит на трансплантацию не просто цирроз да она трансплантацию то есть там нету ни одной живой клеточки и человек на протяжении четырех месяцев пьет наш чай кайфуют агит что у нее появилась энергия гемоглобин был 25 это есть медицинское подтверждение безусловно врачи никогда не скажут да это помог чай нет конечно вы должны это понимать никто не скажет наш доктора что нам говорят идите в аптеку купите лекарства то есть сегодня врачи работают извините меня с одними скажем фирмами да потом с другими и вот я думаю что вы знаете все время если что-то болит спина чего нам всем рекомендуют врачи как он называется ну короче одно и то же нас всем да то что по телику нам рекомендуют но есть же средства вспомните опять же те наши старые времена смотрим на бабушек на прабабушек сколько они лет жили огромное ну то есть много они же все долгожители люди войны люди войны долгожители то есть вы посмотрите на пенсионеров на то есть вот именно тех пенсионеров уже таких стареньких которых осталось действительно мало они прошли голод они прошли все у них крепкое здоровье потому что они не кушали никакой химии ребята травками лечились пьем ромашечку может быть помните когда были маленькие детки советское время мы всем делали укропную водичку да никакие там какие-то капельки в аптеке и здесь тоже продукция натуральная просто процесс он не будет такой быстрый как мы хотим понятно на химии можно очень быстро и похудеть если химические составы есть да здесь натуральный продукт безусловно процесс омоложения процесса скажем стройности он происходит не быстро он приходит приходит по чуть-чуть но стабильно красиво экологично чистится не только кишечник печень мне кажется что чистится еще голова потому что приходит осознание что курить это плохо что выпивать скажем это плохо бокал вина за обедом хорошо нормально но не так часто я просто знаю что в нашей команде почти все курящие дамы и мужчины ну почти все отказались от курива за этот промежуток времени это очень круто потому что действительно что-то происходит в голове настолько организму чистый ему не хочется туда вот знаешь вот это все чтобы там загрязнялась вот так работает но это все время по чуть-чуть к этому нужно прийти но я опять же кто и фразе с чего мы с тобой начали да что трудности это возможности и нужно их использовать не бойтесь никто вам никогда не придет друзья могут вас поддержать но смотрите вы остались без работы что вас будут кормить месяц два три четыре друзья да нет конечно как слышали подруга не сделали ты иди-ка ты работай вот поэтому здесь возможности когда продукты начинают работать то тоже был один из вопросов что я могу продавать я продавец типа от бога да давайте я буду впаривать далее стюхивать не знаю там какое-то да что я это слово не люблю абсолютно впаривают нам ребята нашу пенсию у вас будет пенсия идите на работу работать откладывайте себе деньги в банках да и вас будет пенсия да не будет пенсия вот это впаривают когда ты работаешь сердцем и ты в это веришь да то есть если вы например идете в магазин и вы любите мороженое пломбир вы вас никто не не переубедит что шоколадное вкуснее вы любите пломбир здесь тоже самое это мой пломбир который я обожаю я люблю мне никто не скажет что лучше что-то другое да то есть поэтому всегда рекомендовать то что самим нам нравится и во что мы верим не продавать рекомендовать вот и ни в коем случае не впаривать если вы начинаете впаривать от вас отворачиваются люди вы превращаетесь вот этого продавца ненормального да сумасшедшего который действительно впаривает и это это не работает не работает работает согласно абсолютно поэтому здесь нужно убирать либо ты в это веришь пробуешь то есть я говорю что в компании тоталатин действительно нужно зайти сердцем и попробовать сначала ты пробуешь продукты если ты в него влюбляешься он тебе нравится тебе от него хорошо тебе даже продавать не надо понимаешь вот в этом есть отличие поэтому если кто-то говорит давайте я шикарный продавец дайте мне ваш продукт я буду его спаривать это не работает и не будет работать никогда бесполезно да есть такой еще момент что люди когда смотрели мои эфиры и писали мне комментарии да и вы лично сообщение директ что понимали так что должны все бросать свою работу которая у них есть идти в млм да кто-то ланчетинг ни в коем случае я говорю нет ребята об этом речи не было то есть я пересмотрел все свои эфиры которые у меня были об этом разговора не было хочу дать акцент вы остаетесь на своей работе вы заходя сюда в этот бизнес он минимальный можно от 80 долларов и максимально 235 долларов у вас бизнес на всю жизнь а у вас товар есть вы работаете сперва вы чувствуете все на себе на себе и и этот продукт работает сам за себя его не надо как ниночка сказала ходить и впаривать и втюхивать нет ребята он работает сам за себя я молчала два месяца я молчала два месяца я наблюдала я была внимательна я все изучала у кого какие что происходит только зарабатывать все остальное и потом уже пошло благодаря ниночки исполнилась моя мечта 20 сентября мы в эстонии делали в таллине делали презентацию я была там ведущей даже со своим сыном тоже выступала это было очень больно волнительно трогательно но это было в кайф ребята это было здорово это столько эмоций это столько счастья там там не адреналин там адреналин счастья был вот это все когда твои мечты восполняются в реальность пускай спустя какое-то время да но чем ты старше становишься тем внутри внутри себя ты думаешь а как это сделать она меня посмотрит ой я там мне надо убрать да у меня там животик ой там надо другое платье ты начинаешь в своем мозгу в сознании искать все причины а причина это страхи это блокировки стоят того что ты можешь сделать так же здесь в этом бизнесе когда люди говорят что нет это ерунда каждый принимает решение свое я пришла к этому решению я довольна я счастлива все кто нас слышит и видят каждому сегодня памяти останется пересматривая эфиры узнает полезное кого-то щелкнет возможно не сразу но наша задача заключается чтобы людям донести что эта продукция она уникальна она чиста тем более американская как минули в начале эфире говорила да бизнес-план здесь вообще уникален я сколько изучала бизнес-планов маркетингов сетевых я такой первый раз вижу я за четыре дня заработала чуть чуть меньше чем 500 долларов сейчас мой уровень дохода зашкаливает за тысячу если учесть что я два месяца скажем была просто активность подтверждала ничего не делая да и потом поэтапно у меня шло это все круто то есть это понимать это пассивный доход к тому что не имеет значения вы сидите дома если сидите дома у вас есть больше времени этим заниматься найти время для себя он чем уникален в чем плюсы ребята плюсы вы дома экономите время не надо платить за аренду за электричество уборщицы работникам и все остальное прочее чтобы склады эти больше привезли нам все это да не надо у нас все это уже есть это все готово ты здесь развиваешься в инстаграме развиваешься в фейсбуке компьютер изучаешь читаешь много общаешься тренировки делаешь это все в онлайне в руках с телефоном ребята в руках с телефона и вы говорите вы не можете минус только один когда человек говорит ой я ну каждый маркетинге свой товар свои плюсы и свой бизнес план и все а здесь он уникален я очень счастлива и довольна что судьба мне подарила то здесь сейчас я нахожусь такой шикарной компанией такой шикарной командой ты ниночка я благодарна тебе варламу который вообще принес это сюда в европу ты в эстонию леночке рудяковой огромная благодарность за то что она меня ведет и меня ведешь очень много всего происходит в жизни да наше мышление меняется и скажу одно мы будем уже заканчивать эфир что наша жизнь да наше время все эти люди кто нас не принимают оставьте их примут потом потому что вы меняетесь внутри снаружи и духовно и на этом эфире я хочу всем сказать что я благодарна всем кто был кто нас слышал слушал тебе не нуля огромная благодарность что ты меня услышал я подумала ты не я это связь это круто я всем желаю шикарного дня позитивного море эмоций энергии будьте все счастливы да будет именно так творим добро во благо всем я люблю вас всех пока пока все пока пока всем пока благодарю спасибо пока 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 спасибо моя дорогая пока пока выключай пока 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 Продолжение следует...